Сегодня в Эжвенском районе столицы началась опытная эксплуатация единого центра обработки вызовов. Проект больше известен как система 112. Единый телефон спасения в нашем регионе вот-вот заработает в условиях реальной загрузки. К слову, пока в России полностью проект реализован всего в двух регионах. Это Курска области и Татарстан. Наравне с Коми испытания проходят в Тульской области. Так что наш регион в этом вопросе практически на передовой. Любовь Лапина в этом убедилась. К реализации проекта системы 112 Коми приступила в 2011 году. И вот спустя всего три года концепция переросла в реально действующий центр. Сегодня он вводится в опытную эксплуатацию. Ответственный за воплощение комитет информатизации и связи Коми. Его руководитель Александр Силютин лично проводит экскурсию. Классический вариант, коммуникационные составляющие, математика, это процессоры, и дисковые массивы, которые будут хранить информацию, всю информацию, которая собирается как аудио, видео, и в том числе, соответственно, на этих же железках крутится и вся логика. Это самое сердце, центр обработки данных. Серверная выполнена с тщательностью перфекциониста. Все коммуникации скрыты от глаз, а серверная часть зеркальна. Александр Силютин отмечает, это сделано с целью кластеризации. Иначе говоря, если вдруг один из серверов падает, второй подключается и страхует. Система 112 нацелена на спасение жизней, а потому отказ оборудования может привести к летальному исходу. Мы достаточно серьезно именно прорабатывали технологическую составляющую, потому что если человек чуть-чуть отключился, застрял в обработке, то можно переподхватить, переключить на другого. А если железо откажет, то его быстро по кнопке не запустишь. Поэтому основная задача – это отказоустойчивость. Этажом выше центр обработки вызовов. Именно здесь сидят операторы, которые принимают звонки от граждан. По любому вопросу, будь то пожар, авария на дороге, сердечный приступ, или даже котенок, застрявший на дереве, обязательно реагирование. В зависимости от цели, дальше вызов операторам будет отправлен в определенную структуру – пожарным, скорой, полиции. Для экстренной психологической помощи в центре всегда наготове специалист. Существует два подхода в данном случае к наличию психолога. Есть те центры обработки вызов, ну Питер, допустим, которые предпочитают аутсорсить функцию психолога. Мы же считаем, что психолог должен быть рядом всегда. И мало того, в секунду подключиться, подцепить, опять-таки сигнал, еще что-то. Поэтому психолог – это наше решение, прописанное в концепции. Опять-таки у нас три языка. Это русский язык, английский язык, кто знает английский язык, кто знает коми-язык. В планах, кстати, работы на французском и немецком языках. Позвонить по номеру 112 граждане могут как с мобильных, так и с стационарных телефонов. На первых порах, правда, это относится пока только к жителям столицы Коми. Впрочем, со временем система 112 накроет всю республику. Наша служба, МЧС – это, прежде всего, пожарная охрана, спасатели. Естественно, мы готовы, армы установлены, на текущий момент проводятся тренировки. Как только вызовы начнут поступать по системе 112 в нашу диспетчерскую 01, службу 01 пожарной охраны, в общем-то, сразу будет обеспечено реагирование на данные происшествия. В следующем году в Коме откроется резервный центр. Он будет располагаться в Ухте, а уже после дополнительные появятся в Иркуте и Печоре. В перспективе систему 112 подключит ГЛОНАСС. Это федеральный проект. В его рамках весь автотранспорт на территории нашей страны оснастят оборудованием оперативного реагирования. Непредвиденное резкое торможение, экстренная смена курса, потери сигнала и так далее. И в этих случаях тогда уже система автоматически, без участия человека, сообщает, делает экстренный вызов. Ну а дальше в зависимости от конфигурации, есть или нет обратная связь в машине. И там уже служба начинает понимать, как реагировать на соответствующий инцидент. Коми технологически уже готова. Остается вопрос регламентов оснащения и реагирования. Пока над их разработкой трудится Минтранс России. Вопрос безопасности жизнедеятельности граждан сегодня в стране на одном из первых мест. Много людей гибнет из-за несвоевременной помощи. А потому эта технология должна заработать в стране к 2018 году. Наша республика станет пилотной в этой части. Любовь Лапина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрген, Эжвинский район.